Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! И сегодня предлагаю еще один рецепт пасхального кулича. Этот шоколадно-медовый кулич с добавлением пряностей. По запаху и вкусу напоминает пряник. Очень ароматный, насыщенный, мякиш плотный, по структуре напоминает хлебный. И, конечно, немаловажную роль играют попадающиеся кусочки орехов. Смотрите список ингредиентов под описанием к видео. К раскрошенным дрожжам добавляю столовую ложку сахара, кефир комнатной температуры и несколько столовых ложек муки от общего количества. Размешаю, накрою и оставлю в теплом месте на 20-25 минут. К яйцам добавляю растопленное сливочное масло, соль, далее ванильный сахар, имбирь и корицу я беру по одной чайной ложке с небольшой горкой. Кардамон я беру пол чайной ложки и пол чайной ложки смеси для пряников или для печенья. Все пряности берите исключительно на свой вкус. Сюда же отправляю натуральный мед, оставшийся сахар, его количество также берите по вкусу и порошок какао. Хорошо размешиваю. Добавляю готовую опару и еще раз размешиваю. В несколько этапов добавляя муку, замешиваю тесто. Сначала венчиком, насколько это возможно, а затем прямо руками. При необходимости корректируйте добавление муки, здесь важно не положить лишнюю. Готовое тесто повымешиваю пару минут. Перекладываю в миску, смазанную маслом, накрою и оставлю в теплом месте на полтора часа. Затем тесто выкладываю на стол подпыленной мукой и обминаю. После этого его нужно будет разделить на две равные части, можно это сделать при помощи весов. Прямо руками делаю не тонкую лепешку. Смазываю растопленным сливочным маслом. Посыпаю дробленными орехами и сахаром. Кстати, орехи можно сразу вмешать в тесто, но на мой взгляд они так как бы растворяются в нем и не особо чувствуются, потому что я люблю сделать орехи помельче. Ну а вы решайте сами, как вам больше нравится. Далее я скручиваю тесто рулетом, просто сворачиваю как бы улиткой и помещаю в форму. Я беру две формы диаметром 13,5 и высотой 9,5. Формы могут быть любого размера, только помните, что тесто в них должно быть не больше половины. Защипываю шов. Если хотите, улитку можно не скручивать, а просто сложить рулет пополам и поместить в форму. Согнутой частью вверх, а концами вниз. После этого накрою и оставлю постоять в теплом месте еще минут 35-40. Затем отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке и на размер куличей, проверяя на готовность деревянной шпажкой. Полностью остывшие куличи украшаем по своему желанию. Я использую желатиновую глазурь, кондитерские посыпки и обжаренный арахис. Ссылку на глазурь вы сейчас видите в правом верхнем углу. Аромат у кулича просто бесподобный, а мякиш, как я и говорила, плотный, похож на хлебный. Воздушным его, конечно, не назовешь, но при этом он достаточно мягкий. Ну вот, посмотрите, орехи как бы сосредоточены в некоторых местах и не разбросаны по всему куличу. Выпечка в данном случае получается в меру сладкой, поэтому, если вы сладкоежка, добавляйте сахара больше. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. А в следующем видео, на примере данного кулича, что я делаю после Пасхи с черствыми куличами, которые уже не очень хочется есть просто так. А также, что можно сделать с оставшимися после праздника яйцами. Не пропустите! А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!